Здравствуйте! В студии Андрей Симоненко предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Тревожным стало утро для жителей дома номер 37 на улице Магистральной. На пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании. Жилье отстояли, пострадавших нет. Сбор предложений в народную программу завершен. Встреча с жителями Харпа стала последней в цикле поезда главы города. Подготовка к открытию школы в Харпе. Госстроенадзор выдал заключение о соответствии нормативам. Предприниматель Стасий Думанищев сделал подарок обновленной городской стоматологической поликлинике. Современные электрокардиографы пополнили перечень новейшего оборудования больницы. Аппараты закуплены в рамках региональной программы. Тревожным стало утро для жителей дома номер 37 по улице Магистральной. На пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании. Спустя считанные минуты на место ЧП уже прибыл первый расчет. Из окон второго этажа первого подъезда шел густой дым. Жильцы просили о помощи. Огнеборцам удалось спасти 6 человек, двое из которых дети. Чуть позже было установлено сразу два очага возгорания. Пожар начался на лестничной площадке между этажей и в одной из квартир. Что могло стать причиной, предстоит выяснить в службе дознания. Сбор предложений в народную программу завершен. Встреча с жителями Харпа стала заключительной в цикле поезда главы города. На каждой из них Марина Трескова внимательно выслушала земляков, отвечала на их вопросы. Жители поселка отличались своей активностью и открытостью. У них было много идей и предложений. Наступило время безграничных возможностей. Так называется программа развития городского округа на ближайшие годы. Репортаж Ирины Яковлевой. Бокс для предложений наполнялся быстро. Свои пожелания и идеи жители Харпа записывали на специальных бланках и опускали в ящик. Нам бы хотелось бы крытую площадку для детей, потому что открытая у нас местность, мы живем на севере, холодно. Хотелось бы, наверное, чтобы была бы крытая хотя бы одна площадка, чтобы где деткам можно было даже и зимой играться. 10 тысяч шагов или тропа здоровья. Это также, что у нас есть тоже уже проект обрисован, карта готова. Хочу в Нефрите спектакль на льду сделать. Да, любимая песня о главном, военная тематика. У нас 90 лет Ямалу и 80 лет победы. Также плавно переходящие реконструкцию Великой Отечественной войны сделать. Я бы хотела, чтобы у нас в поселке существовал общественный контроль за местами благоустройства и за уборкой территории. Сегодня Харп является площадкой для сбора идей и предложений в народную программу. Мы видим, насколько активны харповчане. У каждого есть свои идеи и предложения для того, чтобы улучшить жизнь в Харпе. Все мы хотим жить в комфортных, безопасных условиях. Ни одно предложение неучтенным не останется, говорила в ответ Марина Трескова. Глава города лично приехала на встречу с жителями поселка. Сегодня задача в большой степени сделать поселок безопасным. Сделать поселок удобным, сделать поселок на века. Вы живете здесь всю свою сознательную жизнь. Вы здесь рожаете своих детей. Здесь происходит их взросление. Мы должны их воспитывать в цивилизованных условиях. Поэтому очень хочется, чтобы программа развития на 5 лет была тоже цивилизованной. Сейчас задача, идеи так наполнить эту программу, чтобы любой чиновник, придя на место главы городского округа администрации, председателя думы, мог руководствоваться вашими наказами. Вместе с Мариной Тресковой приехали и профильные заместители. Они проводили консультации для всех желающих. На самом деле это очень замечательная практика. Ведь, конечно же, это именно открытый разговор, когда любой человек со своими вопросами, со своими предложениями может обратиться напрямую ко всем представителям, ко всех сфер, которые есть в нашем городе. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить либо объяснить, также есть представители сфер, которым можно пообщаться напрямую и уточнить все тонкости решения вашего вопроса. Задавать вопросы напрямую можно было и главе. У кого-то были слова благодарности, у других – дилеммы. Три года назад, когда я приехала сюда, здесь было темно, и были заросли вот на этом самом месте. Дорога была, выколи глаз, было невозможно пройти и проехать, если уже начинались сомерки. Очень многое меняется на глазах в поселке. И хочется сказать огромное спасибо вам и от себя лично, и от коллектива, и от наших родителей. Много слухов вокруг роддома Лабытнадского. В итоге Лабытнадская больница обещала вам пусть и открытие, пока никаких анонсов. Можно из первых уст, что называется? Да, говорю вам из первых уст. Роддом Лабытнадский функционирует, там уже родилась малышка. Марина Трескова благодарила харповчан за отзывчивость и открытость. Эта встреча для главы города стала завершающей по сбору инициатив жителей в народную программу. Ирина Акобова, Владимир Николаев, информационное агентство Лабытанги. Завершена реконструкция школы в Харпе. Общая площадь учреждений около 8 тысяч квадратных метров. Подрядчик полностью обновил здания образовательной организации. Фундаменты, частично внутренние стены и перегородки. Модернизировали инженерные системы и благоустроили прилегающую территорию. Школу реконструировали в рамках национального проекта образования. Создать на Ямале лучшую в стране территорию детства – один из приоритетов работы Дмитрия Артюхова. По поручению главы региона в округе построят 25 новых школ. За 6 лет на Ямале возвели 14 общеобразовательных учреждений. В этом учебном году впервые откроют в свои двери 4 новые школы. Гостроенный надзор Ямал-Анинского автономного округа держит на контроле ход строительства еще 6 школ в округе. С завершением капремонта лабытнанская стоматология стала комфортной для посетителей и для сотрудников. И чтобы в перерыве или после рабочего дня персонал мог отдохнуть, в преддверии официального открытия им вручили полезный подарок. Подробности в следующем сюжете. Массажное кресло, так необходимое, чтобы расслабиться после рабочего дня, теперь появилось в лабытнанской стоматологии. С наилучшими пожеланиями его передал гендиректор регион-транссервис Эстасий Думанищев. Приобретали для условий труда сотрудников поликлиники, чтобы было комфортно, удобно и благоприятно. Кресло имеет разные режимы массажа для всех групп мышц. Ощущения прекрасные. В этом кресле есть несколько режимов массажа, разминания, режим вращения. Также регулируется скорость. Массаж всех частей тела, плечи, руки, бедра, ноги. Очень комфортно. Шея очень важна, потому что стоматологи находятся в положении вынужденном очень длительное время. Поэтому для них это будет, конечно, очень расслабляюще. От лица всего коллектива стоматологической поликлиники говорим огромное спасибо Эстасии Макарбовичу за оказанную спортсменскую помощь и за то, что нам приобрели такое прекрасное кресло. После рабочего дня наши сотрудники стоматологической поликлиники могут расслабиться, и это будет их отдушина. Спасибо огромное. Массаж после трудового дня – залог хорошего настроения на вечер и день грядущий. А это, в свою очередь, поможет поддержать здоровый микроклимат в коллективе. Мария Киченко, Владимир Николаев, информационное агентство Лабетнанги. Современные электрокардиографы пополнили перечень новейшего оборудования Лабетнанской городской больницы. Аппараты КГ были закуплены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Сегодня горожане имеют возможность пройти более качественные исследования работы сердца. Современная медицина в действии. Отделение функциональной диагностики городской больницы диагностирует пациентов на новом кардиографе. Визуально от своего предшественника он мало чем отличается. Его особенность – в дистанционном прочтении ЭКГ-исследования. В режиме онлайн отправляем пленку пациента на консультацию. В течение 10 минут приходит результат, по которому видно, что у пациента все отлично. Никаких изменений нет. Описание ЭКГ проходит в соседнем кабинете. Его ведет врач в функциональной диагностике. В случае необходимости к прочтению могут подключиться специалисты из окружной клинической больницы. Кардиограф передает полную информацию, что позволяет выполнять более качественные исследования. А значит, ставить и точные диагнозы. Все данные формируются в единый цифровой архив ЭКГ. Архив действительно дает возможность просмотреть динамику. Пациент может распечатать ЭКГ и забрать его с собой на консультацию в другой город. Мы можем сами несколько проверить, как прошла динамика со временем, как меняется ЭКГ. Доктора, которые лечат, они смотрят, есть ли эффект лечения на ЭКГ и прочее. Вообще это очень удобно. Цифровой архив ЭКГ – это здорово. Сегодня современный способ диагностики обнаружения сердечных аномалий можно использовать не только стационарно, но и мобильно. Электрокардиографы появились у выездных врачебных бригад. Переносные аппараты также оснащены функцией дистанционной передачи результатов исследования. Медсестры все тоже обучены, они все знают нарушение ритма, нарушение проводимости, острое состояние. Она тут же может на этом же аппарате отправить либо консультанту, либо непосредственно на сервис. И придет ответ на этот же аппарат с уведомлением, придет заключение, и она может дальше уже действовать. Либо врачи скорой помощи будут уже понимать, какой нужен предварительный диагноз и какая тактика. Либо они пациента оставляют, либо они действительно его забирают, госпитализируют. Точное прочтение ЭКГ в режиме онлайн – ключ к успешной диагностике. Современное оборудование помогает врачам оперативно ставить диагнозы, а также определять схему и объем лечения. Светлана Киль, Сергей Антропов, информационное агентство Лабытнанги. «Твой правильный выбор» – так называлась сегодняшняя встреча соцработников, представителей библиотечной системы, полиции с лабытнанскими подростками. На повестке дня насущные проблемы, говорили о вреде алкоголизма, наркомании, курения. На профилактической беседе побывала и наша съемочная группа. Предупрежден – значит вооружен. За круглым столом важны и совсем не детские разговоры. Подросткам напомнили о последствиях вредных привычек. О проблемах наркомании и алкоголизма с детьми нужно говорить открыто, считают специалисты. Это поможет уберечь от многих ошибок. Отдельная и довольно проблемная тема – электронные курительные устройства. Популярные сегодня, да и не только среди молодежи, вейпы – настоящая угроза для здоровья. Подросткам кажется, что ароматный дым безвреден, но это далеко не так. Электронные сигареты, которыми всерьез увлеклись современные дети, могут вызвать целый букет болезней. Я выводы сделала, что надо переставать курить и надо заниматься спортом, потому что если я буду курить, то я умру быстрее. И это зло. И там много негатина. Специалисты отметили положительный эффект таких бесед. Результат есть. По сравнению с прошлым годом, количество подростков, привлеченных к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах, сократилось в несколько раз. Если лицо не подлежит привлечению административной ответственности, то административный протокол составляется на родителя. И родитель, соответственно, несет наказание в виде предупреждения либо штрафа. А в дальнейшем за употребление алкоголя несовершеннолетний ставится у нас на профилактический учет. Состоит в течение полугода. С этим несовершеннолетним мы проводим работы, различные мероприятия, беседы. В конце встречи ребят поздравили с наступающим новым учебным годом и каждому вручили школьные наборы. Рай Гермалаева, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин